утро доброе ну или доброе время суток когда ты там смотришь это видео в общем сегодня речь пойдет про точность про пунктуальность а почему сказал слово точно знаешь потому что есть такая поговорка точность это вежливость королей вот действительно такая вещь когда человек пунктуально это смотрится вот очень вот прям очень красиво вот очень так ух и рассказываю историю которая случилась со мной вот прям вчера решил ехать на один мастер-класс по ораторскому мастерству кстати вот мне же видите это профильная штука старался туда ехать подгадал уже так сделал так чтобы с ребенком было кому посидеть потому как вечер как бы этим я занимаюсь обычно в общем это все сделал устроил вышел так заранее посмотрел по карте что там ехать там 40 минут вышел еще запасе ко времени и этот и иду на остановку троллейбуса иду посмотрел по карте вот мораль будет про тут в основном будет жалоба на технические средства посмотрел по карте и вижу что троллейбус вот едет он там через пять минут будет у меня пришел и на остановку стою смотрю этот троллейбус пропал как бы с карты но показать другое он там немного дальше чем вот этот первый который был но но едет в общем едет 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 и опять пропал где-то должен был около меня проехать так как бы ну как проехать должен был к остановке про подъехать и да и меня забрать но он как-то судя по карте он мимо проехал причем невидимый блин че такое уже там прошло минутах двадцать или сколько там ждал смотрел на карте когда же он появится но смотрю но едет же все равно где-то там едет опять же по этой карте елки-палки в общем а еще была интересная штука что я когда шел думал блин видя но ты в другую сторону идешь иди короче на маршрутку вот на маршрутку сил да это немного не не так как ты обычно ездишь это немного крюком но блин до метро доехал и на метро там как бы этаж метро да ты выйдешь на другой станции но не стану совсем рядом короче ну плюс 5-10 минут но так вот будет ну верняк типа потом будет жалеть вот не иди на тралли будешь жалеть иди на маршрутку это какой-то нормально все по карте показывать чик-чик пришел же в общем простояла прождала и сорок с лишним минут прикинь и уже такое сно понимаешь опаздываю же мне нечего ждать потому как если даже если сейчас выйдет этот тралик то я приеду без опоздания в полчаса а посмотрел же вот но ездишь такси все даже можно ехать на такси думает а блин тут недалеко ехать быстро на часах уже жду ее уже 25 минут это ее блин тралик этот ее наверно потому что хочется сказать ух такси смотрю такси 170 чё-то там гривен всем что короче 180 ого подожди тут ну тут как бы я только что решился вообще на такси ехать а ты мне такую цену показываешь 180 и приедет через 10 минут то есть подожди через 10 минут он приедет пока он будет ехать чё такое сейчас должен жить потратить ходить такой думаю но надо еще раз вбить короче посмотреть черну что-то он насчитал не то такой еще раз вбиваю место назначения думаю сейчас будет по-другому да уже по-другому все совсем 233 гривны короче да я такой о вы через 7 минут думаю наверно там какой-то типа ну что происходит там какой-то апокалипсис короче там наверно все красное надо же посмотреть что там в карте чё там пробки что происходит убивая короче смотрю реально там типа в google карта показывать если ты будешь на машине ехать вот прям сейчас сядешь поедешь ты будешь через 50 минут короче на месте или через 55 если другим путем поехать и там вот такие короче дороги нарисованы вот так вот надо ехать центр короче о понятно думаю с такси как бы ну 50 минут ехать тоже не катит закрыл стою времени уже совсем понимаю что тут выходит женщина с продавщица с киоска рядом около остановки которая ходит говорит а вы игорит 40 ждете можете не ждать горит их не будет они в ту сторону едут обратно не едут все горит сегодня не будет завтра не будет и послезавтра не будет три дня там же говорит авария какая-то случилась там машина провалилась под асфальт такой думаю точно блин я же смотрел эти все фоточки в фейсбуке короче там где машина реально в яме в такой короче водой размыло там типа дали горячую воду размыло короче дорогу и машина упала поняли дырка где-то была в трубе ну окей понятно но я не так сделал не так на часы посмотрел так начисло смотрел пошел я домой и пошел домой история про пунктуальность и точность еще история про то что делай как ты сам себе говоришь отчет себя не слушаешь ты знаешь как будет вправе ты я-то чего себя не слушаю я отошел и сам себе говорил иди на маршрутку другую сторону будешь ехать на не по той дороге и короче метро тебе это не очень нравится мне это метро не очень нравится будешь жалеть если на маршрутке не поедешь так и себе говорил и не поехал и жалел вот но будет хороший урок к тема вот то есть не надо верить этим короче отследить сороковой троллейбус вот эти и и ну как он его и короче из его и короче всякие штуки короче наблюдение как работает общественный транспорт она короче вот она показывает неправильно и это мне короче очень вчера подставила ну и плюс главное на самом деле то что я сам себя короче подставил и не пошел на маршрутку такая короче тема вот да я даже заскринил сегодня утром зашел думаю подожди а ну сейчас она тоже так работает прошивенько как и вчера думает аж я буду видосик снимать придумал что буду снимать видосик про эту тему думаю на наш какое-то подтверждение вдруг с ну чтобы не было вдруг мыслей что видите а тут куда чушь короче рассказывает ага зашел этот самый в опять на эту карту заскринил короче скажи где этот тралли короче едет и он опять показывать едет ко мне вот как вчера было перед тем как я выходил он едет ко мне его через пять минут будет остановочка давай я спускался как бы по ступенькам подъезде смотрел на это и понимаю что я через две минуты на остановке и он короче рядом со мной и нифига такой человек там на телефоне на телефоне все отмечено там есть короче скришла там вот 53 минуты он типа едет ко мне сейчас скоро будет я такая посмотрю мобиль может мне продавщица счет там на плела он может уже или вы там починили уже они ездят такой положил пока что там туда сюда воды на налил смотрю три пиде сколько там 554 ну короче на одну минуту больше не помню сколько там точно одну минуту больше и тралика этого уже нет по дороге ко мне оп и таким серым цветом он просто прямо поехал то есть понимаешь да вот так вот короче типа после поворота на самом деле они едут прямо и обижают меня но он рисует почему-то что он едет по отношению ко мне навстречу по направлению ко мне вот он едет такая тема а потом через какое-то время но тут пропадает как он ко мне едет и показывается где-то там в другом месте вообще в другом месте там где-то такая тема в общем картам в общем картам этим доверять нельзя я сегодня на другом ракурсе ай чуть его трогал ну блин сразу было настроить чего ты этим занимаешься сейчас вот рук не видно переживаю в общем такая история картам не верьте себе верьте делайте так как считаете правильным чтобы потом не жалеть вот такая тема как у вас старый литей ну короче это рассказывание истории как она там называется старый литей литей позорище в общем как вам такая тема истории зашла не зашла действительно реальная жизнь истории я вам даже больше скажу я тут участвую короче в конкурсе ну не знаю чем конкурс назову короче типа нанорайма месячник писательство короче за 30 дней в течение месяца ноября надо написать черновик романа ну или если тебя получается прямо сходу писать но не черновика типа роман или что там история или что там мемуары ну короче в течение 30 дней тебе надо написать что-то книгу на 50 тысяч слов вот я посчитал уже многие посчитали кто участвовал в этом конкурсе это 1667 слов в день вот я еще такую штуку пишу и вчера днем у меня там было короче ну я решил рассказывать вот садись и пишешь то что вот сейчас типа в голову приходит и решил назвать это все терапией представляете название ну типа это же я понимал что садись за ноутбук и такое и давай вот сейчас ну может в течение дня там что-то придумать что-то там наметить вообще типа что-то собрался писать но никаких черновиков никаких заготовок о чем это не будет поток сознания блин задумался так как пишу с первого кадра задумался дубля что какую зачем я начал это рассказывать но рассказы уже расначил в общем садись и пишешь сегодня седьмой день сегодня восьмой день вчера был седьмой день и вчера днем я написал про то что короче там прикол типа есть такая фраза про троллейбусы и я говорю такого же не было что пришлось ждать 40 минут вернее, такое было всего лишь один раз что пришлось ждать троллейбус 40 минут, но и то не со мной такая шутка один раз и то не со мной кто-то когда-то рассказывал на самом деле такого не было это я днем написал и вечером я пошел на остановку прождал его 40 минут я думал, ну вот сейчас стопудово я же сегодня написал, что такого не было вернее, один раз и то не со мной вот сейчас это будет со мной а, я понял, что я ждал и не бежал в другую сторону на маршрутку вот я хотел дождаться этого подтверждения что сегодня я прожду его 40 минут 100% чтобы сегодня видео рассказать короче, и стоял на этой остановке и думал, что, блин, ну стопудово вот написал, что было оно не с тобой вот будет с тобой вот сейчас ты прождешь 40 минут он появится и он не появился вышел вот это на 42 минуте вышла вот эта тетенька женщина тетенька продавщица с ларька и говорит вы можете не ждать их вообще не будет даже через 40 минут его не будет все в течение трех дней не будет вот вот такая вот история бам до новых встреч ждите завтрашнюю историю тоже к 11 уже будет вот как 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 договаривались ты знаешь, что делать, да? если история понравилась окей субтитры то есть все Продолжение следует...